Добрый день! Здравствуйте! Добро пожаловать на канал экономических новостей ИнстаФорекс ТВ. В студии мы, Марина Генералова и Екатерина Недачина. Вы смотрите обзор валютного и товарного рынков за прошлую неделю. Какие валюты пользовались спросом перед выходными? Доллар США укрепил свои позиции. И что же способствовало повышению курса американской валюты? Интерес инвесторов возрос на опасениях распространения лихорадки Эбола на территории США. Экономические данные по США показали рост инфляции всего на 0,1%, что, тем не менее, не стало неожиданностью для экспертов. Это только подкрепило уверенность ФРС удерживать ставки низкими продолжительное время. Индекс доллара укрепился по итогам недели на 0,6%. В конце недели доллар покупали как валюты убежища на возросших опасениях распространения вируса Эбола в США после выявления заболевания в Нью-Йорке. Кроме того, объем розничных продаж в Великобритании сократился на 0,3% в сентябре, а протокол заседания Банка Англии показал, что регулятор сохраняет мягкий настрой по отношению к коммунитарной политике. Все это ослабило фунт стерлингов, который в паре с долларом упал к уровням в районе отметки 1,60, хотя начал прошлую неделю британец в области уровня 1,62. Тем не менее, фунт встретил хорошую поддержку около значения 1,60, так как инвесторы возобновили покупки ближе к концу недели. Помимо этого, статистика по ВВП страны не принесла негативных сюрпризов, совпав с ожиданиями роста на 0,7% в месячном выражении. В то же время безопасная иена слабла на прошлой неделе, проиграв доллару 1,26. Это считается позитивным знаком для японской экономики, которая страдает от завышенного курса национальной валюты. Финальная котировка пары в пятницу составила 108,16. Евро за неделю потерял без малого 100 пунктов на сообщениях, что ЕЦБ собирается приступить к выкупу долговых активов на вторичном рынке. Благоприятная статистика по производственному PMI в Германии, вышедшая в конце недели, не спасла ситуацию, так как единая валюта уже упала ниже отметки в 1,27. Это все о движении котировок на валютном рынке. Спасибо за обзор валютных пар, Катерина. Пожалуйста, а какие настроения преобладали на товарном рынке? Цивые активы снизились в цене по итогам недели. И что же вызвало отток капитала? Нефтяные фьючерсы закончили торговую сессию в пятницу четвертым недельным снижением подряд на фоне чрезмерного предложения и уменьшающегося спроса. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре упали на 1,08$ или на 1,3%, до 81,01$ за баррель. За последнюю неделю контракты просели на 1,3%. Декабрьские фьючерсы на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на 0,7% или на 0,8%, до 86,13$ за бочку. Недельные убытки составили менее 0,1%. Фьючерсы на золото восстановились после двух дней негативного тренда в пятницу, поддерживаемые спросом на активы убежища, возникшим после новостей о заражении врача в Нью-Йорке вирусом Эбола. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на 2,7$ или на 0,2%, закрывшись со значением 1,231,80$ за унцию. За неделю драгоценный металл подешевел на 0,6%. Марина, спасибо большое за обзор товарного рынка. Пожалуйста. Вы смотрели недельный обзор валютного и товарного рынков на канале InstaForex TV. С вами были мы, Екатерина Недачина и Марина Генералова. Всего доброго. До свидания. До свидания.